Девушки отдыхают Девушки отдыхают Деревенская любовь зла Она в магазине работает Марина Маринус Маринадина Горе у меня Выручай Господи, что у тебя за горе? Утро наступило Людка ушла же от меня Все Сказала, сил моих больше нет Это терпеть Счастья с тобой Это утопия Ха, что ты милец-то, страдалец Людка тебя шесть лет назад ушла Факт Но боль-то никуда не ушла Боль в сердце Марина, дай бутылочку Запиши в тетрадочку Все, кончилась твоя тетрадочка, Горохов В кредите отказано Основание Кредитная история у тебя Трагичная Маринка, а ты че такая злая? А я не злая А злая Умывалась, заметила, что узы растут Че? Да не парься, мне даже нравится Нет у меня ничего, иди давай отсюда Марина, вот короче Ты такая злая, потому что ты одинокая, да Да? А ты че тогда не злой? Я-то шесть лет всего одинокий А тебе-то почти сорок уже Слышь, это вот Шевели штанами своими отсюда Да, Маринка Одноклассницы-то твои Вон, все уже замуж повыскакивали Обе И тебе надо замуж, Маринка Ты подобрее будешь туда О, скажешь, что же За кого тут замуж-то? За тебя, что ли? За губу-то закатай, ты не в моем вкусе Конечно, я же не боярышник Вообще не поэтому Ты не соответствуешь моим требованиям Да? Че там у тебя за требования? Миллион долларов и вертолет? Нет, в тебе изюминки нету А я тебе не кулич на Пасху, чтоб с изюмом внутри ходить А, подумаешь Здравствуйте Категорический привет коренным жителям Среднего Уралья Нихау Здравствуйте Эй, Маринус Ты куда поплыва-то? Здрасте Скажите, у вас есть глина для волос? Че? Глина для волос есть у вас? Так это вы не туда свернули Ага Да, это вам надо было прямо по деревне проехать Там в конце улицы кладбище Там за кладбищем карьер Там глины на все туловище вам хватит Гена, советы по уходу за волосами не твоя область Да я барина дмитрий тут вообще-то очередь дмитрий гена тебе вроде идти куда-то надо было иди а меня еще не обслужили я тебе сказала без денег не дам вы не так все поняли гена сейчас люди не ведь что подумают давай бери чё надо и валить я выбираю выбирай тогда не мешает дмитрий а знаете у нас глина для волос закончилась передо последнюю забрали вот я сегодня не ухоженный может быть вам что-то попить лимонад газировка нет лимонад не надо вода без газа есть у вас вообще не проблема у нас деревня без газа ну рассказывайте откуда вы к нам такой чистый по воде дошли а нет 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 катера у меня нет я на машине я просто тут целебный источник у вас где-то и у меня gps ну не ловит и все у меня навигатор сбился я заблудился не знаю где целебный источник так ты больной а у нас тут все целебное слышь красотуля ты куда маринку ела дмитрий а вы к нам на источник на сколько дней да то там задние то не выпить сегодня ты бы справился сегодня да что там два дня то делать но не знаю может быть вы хотите наши места посмотреть заповедные хотим ваши места посмотреть просто у меня комната есть свободно если хотите можете переночевать дима не советую просто у нас тут место пропаща на пропадает скот пропадает деньги пропадают люди пропадают что ты мелешь то кто у нас пропал то я пропал дима дима ты куда пропал то а началось дима там на парковке лошадь к нашей машине подошла и не уходит я и главное говорю уважаемая лошадь отойдите она меня не понимает тупая какая-то начала лизать стекло мне пришлось вообще через другую дверь вылезать дима у них лошади по парковке ходят мы куда попали в средневековье а мы здесь чуму не подцепим перестанет стереть то в конце концов ты сама сказала я глину для волос забыла о смотри глиномесово давай заедем сюда может в этой деревне есть дима ты какая-то деревня это не деревня это кто-то старыми бревнами чихнул и в развалах аборигены завелись деревне это знаешь такие резные ставинки зеленые лужайки белые коровки с пятнышками так это вам не к нам надо это вам ехать надо в этом в мультик там вот все как вы описали только еще никто не какает ты сходил на парковку лошадь свою проверил хочу я сказал ну реально ни разу не видел мультики чтоб белоснежка допустим сказала гномы с алмазами все понятно где туалет а то спросу не приперла с вами вообще никто не разговаривает дима отойди от него завтра еще зачешешься женщина вы что такая злая это потому что у вас вон усы растут да вы мне сказали сейчас чуть 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 завелась то сейчас на источник приедем целебная водичка умоешься все они перестанут расти вообще дурак вы карты принимаете да только козыри какие козыри сегодня черви дождевые дима я тут босоножкой в лепёху наступила вот дима где вы в своей москве в такое наступите чё а чё это получается ты как бы ну перед этой усатой фифой городской заступилась за меня что ли так у тебя у самого-то язык по ходу отсох только меня можешь бесить без остановки да это потому что она там не никто а я а ты кто ладно чё тебе в тетрадку записать два лимонада шоколадка куда ты разогнулся мне просто надо большой большой список продуктов взять зачем да я планирую комнату у вас снять хочу места ваши посмотреть заповедные ладно два лимонада шоколад чё ещё всё у меня самогон же есть я не пью самогон шампанское на себя запишу богиня вообще да это лучший аптека город сочи специализированный а на чем вы специализируетесь на сочи я же сказала здравствуйте аптека светлана да это лучший аптека город сочи специализированный а на чем вы специализируетесь на сочи я же сказала потому что вы светлана нет я арен уж а почему тогда светлана а потому что сочи закон такой все должно называться либо светлана либо бриз либо чайка у меня слева бриз права чайка так что у нас вариантов не было совсем знаете я утром приходил никого не было а утром я самокаты просто развозила пострелял бы просто так утром у нас здесь тир колечки на штырь понакидывал ты сейчас стать и будешь шарик дротиками лопать нет три шарика лопаешь медведь 4 фламинго спасибо я не хочу рыбий педикюр давай а это что а это ты ногу суешь в воду а рыба есть такая маленькая рыбка не ты что наша форель адлерская вот я потом тебе могу ее фольге приготовить сначала она тебя есть потом ты ее такая схема в сочи у нас по форели я знаете между прочим вечером тоже приходил вас тоже не было я вечером батут сдувала вот видишь табличка сдуваю батут вот я поставила вот экскурсию поедешь чвы же все туда мало кто ездит но мы с тобой проедем у меня уазик на проставках спасибо я пока воздержусь мне просто таблетки надо какой таблетка надо ты что ну этот уголь активированный что случилось а что ты кушал зачем надо уголь что такое я только собираюсь попробовать что ты собираешься попробовать сливу ты с ума сошел уголь не поможет уголь поможет если ты просто только в сочи приехал из самолета вышел воздух вдохнул и вот тогда только поможет уголь активировал когда ты еще ничего не кушал вообще вот тогда только уголь поможет так ну а что от сливы тогда что ты к сливе пристал вообще слива это вообще вершина это главный босс уровня главный герой этого медицинского фруктового казино что ты к ней пристал смотри у нас значит как идет вот слива по возрастающей после сливы что после сливы смотри значит ураган сель смерч арбуз пленка половинка завернутый дальше торнадо ну а что вы мне тогда посоветуете я тебе посоветую персик вот кушай персик это от персик одна таблетка один персик одна пластинка один персик 1 персик 2 персик 3 персик 4 персик дальше инжир 1 2 3 4 один инжир 7 8 2 инжир почему же 2 инжир то больше таблеток так организм то привыкает больше понимаешь вот значит значит что ты еще хочешь я за тебя я хочу абрикос попробую абрикос значит абрикос вот я тебе там от абрикос это мало от абрикос 1 таблетка это если ты абрикос просто в руку возьмешь а если ты абрикос в рот возьмешь тогда тебе понадобится вот это а если я его случайно по проглочу а если проглотишь абрикос то тебе поможет бог тебе не поможет потому что в сочи бога нет тут все безбожно значит что ты хочешь еще пробовать я хочу ежевику по сколько хочешь ежевика пробовать ну килограмм килограмм значит ежевика по весу идет значит грамм на грамм значит тебе надо два килограмма значит это вот если ты будешь пробовать ежевика вот кушай ежевика наслаждайся вы сказали килограмм грамм на грамм, а тут два. Бери сразу, тебе потом сюда некогда бегать будет. Ну, а если я вот дыню захочу попробовать? Если ты дыню захочешь, то тут нужна капсула. Тут нужна капсула, я тебе сейчас ее дам, вот. Вот такая капсула идет на дыню. Она в желудок занимает полностью, и дыня у тебя не входит. И так работает капсула, вот. Поэтому она форма как дыня. Тогда вот тебе еще сочинская капсула от дыня. Что ты еще хочешь? Я даже не знаю. Я вообще-то хотел в море еще искупаться. В море искупаться, в Сочи, в сезон. Тогда тебе нужно, знаешь, две капельницы, вот. Вот две капельницы, значит, каждая рука по капельнице. Значит, сколько будешь купаться в море? Минут 30. 30 минут, тогда две капельницы мало, иногда надо 4. Вот, выйдешь, сразу прокапайся. А лучше прокапайся и заходи. А лучше с ними заходи, тебя, если что, по капельницам потом найдут. А как я с капельницами-то в море-то зайду? Ты что, ты тупой, что ли? Ну, как, как? Вот, держи, давай, на. Как ребеночек, ну, примотал на рукавничке и спокойно в море побежал. Держи. Вот так, значит. Примотал таблетку за щечку и купайся в Сочинский море. Знаешь, какой девиз нашей аптеки? Какой? Если есть на свете рай, ты в него не попадай. А попадай к нам, аптека Сочи. Светлана, мы тебе поможем просто по-братски. Вот так. Что ты еще хочешь пробовать, скажи сразу. Ну, а лычу хотел попробовать. А лыча? А лыча на лычу. У меня ничего нет. А лыча это тяжелые препараты, они по рецептам. Продаются под контролем государства. А лыча это стационарное лечение. Там хирург нужен. Что-то резать? Нет, зашивать. Ну, я, наверное, тогда лычу не буду. Да, а лычу не надо, потому что Сочи хирург гоняет. Будет хирург, будет тебе лыча. Я тебе сейчас все, значит, соберу. Держи капсул. Я тебе вот сюда в тазик. Все вот это вот. Значит, это наслаждайся Сочи. Купайся в море. И отдыхай. Ни в чем себе не отказывай. Кушай фрукты. Все. Давай. Ты, кстати, чем будешь фрукты запивать? Не знаю пока. Я знаю. Вот чача. Вот вино. Вот коньяк. Все домашнее. Все домашнее. Бери, дорогой. Знаете что, я сначала к фруктам привыкну. Боюсь, с фруктами и вином у меня организм не справится. От души, брат, от души. Ты сейчас куда-то идешь? Я на пляж. Давай я тебя довезу. На лозики? Да почему? На банане поедем. Пять минут пятьсот рублей. Цена вообще ни о чем. Поехали. Для Сочи это нормальная цена. Нет, спасибо. Я сам дойду. Ну ладно. Все, дорогой. Таблетки скушаешь? Тазик не выбрасывай. Это будет план Б. Это Сочи, дорогой. От души. Душевно в душу брать. Все. Я не понимаю, ты что ничего не делаешь, сидишь? В смысле? А кто с тобой на укладку сходил? Сочи. 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 Уезжая с женой в путешествие на круизном лайнере лучше договориться на берегу, чтобы она осталась на берегу. Так, я собаку пристроила, такси заказала. Я не поняла, ты что ничего не делаешь, сидишь? Ха, в смысле? А кто с тобой на укладку сходил? Ты гостиницу забронировал? Да, считай, что да. Ну вот и... В смысле, считай, что да? Ну это минутное дело, а? Давай. Давай, собирайся спокойненько. Давай быстрее, а то не успею. Я закажу. Алло. Да, девушка, здравствуйте. Мы хотим остановиться у вашей гостиницы. Да, фамилия Губин. Да, Губин. Ага. Гу-бин. Г первое, Г. Гу-бин. Губин, как певец. Как певец. 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 П. П. Певец. Губин. П. Да, 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 да не Пубин. Андрей. Андрей. Да, А. Нет, не Аубин. Певец. Нет, не Павляшвили. Да, Якубович вообще не певец. И не Андрей. И Павляшвили не Андрей. Ну, кто Андрей? Кончельский с Андрей. Малахов Андрей. Рожков Андрей. Слушайте, почему вы вообще об этом разговариваете? Женщины, вы запишите, пожалуйста, Губин. Гу-бин. В смысле, с музыкальными инструментами нельзя? Нет, не Бубин. Гу-бин. Г- первое. Г- георгий. Георгий. Да не Беоргий. Губа проверочное слово. Губа. Губа не дура. Не дура. Да блин, да не дура, дура! Да, Губин. Да. Николай. Николай Губин. Да. Николай. Эн. Эн. Николай. Слитно. Да я в курсе, что не с глаголами пишется раздельно. Ни с колаями пишется слитно. Да. Да. Ага. Николай Губин. Все, спасибо. И второй человек Губина. Губина. Ге. Как Губин? Жена. Ж-же. Ж-же. Жена. Ж. Да не Жубина. Губина. Губина. Ге. Губина. Да. Ага. Так, а сколько стоимость будет? Какие 37 тысяч? Почему 7 человек? Нет. Жубин не будет заезжать. Зубин? Нет. В-вубин нет. И Убин? Вы вообще чем там занимаетесь? Губин и Губина. Да почему и Губина-то? Просто Губина. Да, два человека. Губин и Губина. Подожди, подожди. Двое. Ты что говоришь, что два человека? С нами же еще Валерка будет, Киминчижиди. А тут, знаешь, пока непонятно, будет он или нет. Через Чижа зайду. Девушка, еще второй номер нужен? Да. Приготовьтесь. Валерий, Киминчижиди. Кимин-Чи... Да, Киминчижиди. Да, да, Киминчижиди и мы Губины. Нет, нет, не Бубины. Послушайте, так же просто, как Киминчижиди, только Губины. Да, 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 нет Губины. Губины. Послушайте, женщина, а кто-нибудь рядом другой у вас есть? Кто-нибудь рядом еще? Можно ему трубочку, пожалуйста? Да, спасибо большое. Алло, да, здравствуйте. Мы с... Мальчик, отдай обратно трубку тете. Да, маме отдай, пожалуйста. То лупку, а блатна отдай, да. Отдай обратно трубку. Мальчик, не плачь, не плачь. Давай поиграем, давай. Повторяй за мной Губин, давай Губин. Вот, молодец. Повернись теперь к тете, да, к маме, да, да, да. И скажи ей Губин... Нет, нет, не Бубин. А, девушка, это вы, да? А, вам ребенок все объяснил, да. Губины, да. Нет, нет, Губины, Г. Г, потом Б. Нет, не к Бубины, а к Г-У-Б-И-Н-Э-Ы. Г-У-Б-И-Н-Э-Ы. Блин, я уже путаюсь. Дай трубку мне. Алло. Hello, we needed two suits for... First one for Mr. and Mrs. Губины. And second room for Mr. Киминчижиди. Yes, thank you. Ты совсем, что ли? Ну, мы же за границу едем. Дорогие мужчины, отправляясь в отпуск, не забудьте с собой взять, самое главное, свою жену. Потому что, ну, куда вы без нас? Алло, девушка. Да, это я. Вы ничего не поняли, да? Это жена была. Да. Ты с чего взяла, что в Беларуси по-английски разговариваю? А как они там разговаривают? О, кстати. Алло, здравствуйте. Два человека приятец. Она меня понимает. Агубины, да, и все, Киминчижидзе. Да, шесть сюда. Зуфа. Чего? Слушай, я твой характер знаю. Ты в тюрьму рано или поздно все равно сядешь. Некоторые марафонцы обоснованно считают, что легкая атлетика не такая уж и легкая. Да. Ты как так умудрилась, Зуева? Да как умудрилась? Ну, я что, я метнула и... Вот. Ну... Ты как так умудрилась, Зуева? Это же... Это же... Это же... Новый рекорд Европы, Зуева! 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 Ну, его же надо в больницу, наверное, тащить. Вы чего? Не-не-не-не-не, его сейчас нельзя в больницу. Это что? Не-не-не-не, нельзя. Это же надо сначала зафиксировать, замерить все, чтобы официально... Ты же второй раз так не бросишь, ты чего? Ты, кстати, умудрилась-то? Ты обычно кидаешь на 15 метров ближе. Как так-то вообще? Ну, так я попала-то в него там. Сюда-то вон уже... Красавчик. Сам уже? На себе не показывай. Чего? Ну, все, значит, афиксируем и спустим это дело на тормозах. Да вы что, с ума сошли? Там же зрители были и свидетели, значит, есть. Зуева! Да. Это районная спартакиада по легкой атлетике в Сесерти. Тут у нас зрители там вон три алкаша сидят на трибунах, понимаешь? И все. Они, мне кажется, так орали, они думают, что по правилам обязательно в кого-то попасть надо. Думаю, ты выиграла? Ты первая рекордсменка Европы в Сесерти? Зуева! Ты представляешь, что ты сделала вообще? Добрый день! Где больной? Ох ты, как вы сегодня не вовремя-то быстро пришли вообще, а? Вернее, очень больной. Мы это, мы это самое, все тут порешаем. Идите, идите уже, давайте, идите, идите. Погодите, я не могу бросить больного. Вот он, он не может бросить больного. От вагона во время ковида, понимаешь? О, страны, а, да, да. Ох, а, звоните в амбулаторию. Давай, герой, идите, мы позвоним в амбулаторию. Здравия желаю! Лейтенант Капитанов с Ленинской РУВД. Что ж вы так все сегодня не вовремя, вовремя приходите-то вообще. Да я смотрю, у вас тут серьезно. Давайте-ка сразу же протокольчик составим. Вы, получается, кидали копье? Нет, не я. В смысле, зверо? В смысле, ты определись, ты тогда не рекордсменка Европы, если не ты кидал. Тогда я. Ага, ну тогда вам десятка светит. Тогда не я. Подождите, вот я поговорю, Зуева. Чего? Слушай, я твой характер знаю, ты в тюрьму рано или поздно все равно сядешь. Плюс-минус год, а рекордсменкой Европы ты не станешь больше никогда. Определись. Тогда я. Ну, все-таки вы, да? Да. Так, скажите, а может быть вас кто-то заставлял бросать копье? Да. Кто? Он. Каждый день 15 лет подряд говорил, кидай копье, кидай копье. Я кидала, вот. Ну так это получается, значит, ОПГ? Ну, организованная преступная группировка. А, не, 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 какой ОПГ? Не, не ОПГ, дюсыша. Дюсыша. Вы че натворили? Вы че творите, а? Он же на мировой рекорд бежал. Почему через поле? А как бы он мировой рекорд поставил, если б через поле не срезал? Так, ладно, все понятно, что непонятно. Давайте все собирайтесь, там в отделении разберемся за мной. Дальше дело. Что? Может мы это дело, как бы, оформим как самоубийство? Как вы себе это представляете? Прекрасно представляю. В красках. Слушайте, это же, это же рекорд Европы. Вы представляете? Европейская Федерация по легкой атлетике такая, вау, где это? О, СССР! О, СССР! И начинается финансирование, финансовые потоки полились, в общем, денег столько, всем хватит. Вам больницу новую откроют, понимаете, районную, вам звезду новую, вот такую, майора вам, 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 вам костюм новый справят, это самое, да, и мозоль вам вырежут. Понимаете, у всех все будет. А что? И мы этого всего лишимся вот из этого прохиндея, который хотел срезать вообще. У-у-у, мошенник! Не, реально, можно на обезьяне оспу все списать, все равно никто симптомов не знает. Может, она вот так и проявляется, обезьяне оспа, копьем в спине. А, тем более, взяла же обезьяна в руки полку, а тут она у нее из спины выросла. Ну, в принципе, и район не наш. Как не ваш? Что? Это же Ленинский? Ну, Ленинский. Ну, кидала-то она в Кировском. А у нас ведь, знаете, дело пока из одного района в другое, оно по-любому потеряется. А? Так, товарищ, у кого телефон? Это не я. Нет? У меня тоже только, у меня в машине, вот этот, у меня дисковый. А это у него? Как у него? Чего? Он что, на мировой рекорд с телефоном бежал? У него жена, знаете, какая ревнивая? Если он не ответит, ему хана. Ещё больше хана, чем сейчас? Ну, видимо, да. Ого. Сейчас. Алло. Да, дорогая. Всё хорошо. Бегу. Чё с голосом? Немножко устал. Нет, нет, никаких баб нет. Ну, есть одна, но она больше мужик. Ага, всё, добегу позвоню. Так это чё, получается, он живой? Ну? Ну, а если живой, так и никакого и дела, считай, не было. Я всегда говорил, обезьянья оспа, не такое уж и опасное заболевание. Ну, чё? Температура даже не повысилась. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Мне домой надо. Не, не, сейчас домой, домой. Только не туда ползи, а вот сюда. Ещё 30 сантиметров, не будет мировой рекорд. Это же денег в два раза больше. Вам клинику построим частную, вашу собственную, глазную. Я вообще-то терапевт, но я сговорчивый. Погласен. Вам вообще звезду вот такую, маршальскую, на поколы. А вам, а вам, а вам чё надо? У вас всё есть, у вас костюм, мозоли нет. Вам фотографию на доску почёта. Ползи, прохиндей. После моего великолепного семинара вы все услышите совсем другие звуки. Вот такие. Сейчас на эту сцену. Он выйдет лучший бизнес-коуч, бизнес-гуру мирового уровня. Магистр экономических потуг, бриллиантовый адепт оранжевого статуса. Встречайте. Андрей Побосович Рожмани. Спасибо. Слышите? Это ваше состояние сейчас. Полная пустота. После моего великолепного семинара вы все услышите совсем другие звуки. Вот такие. Моё имя Андрей Побосович Рожмани. Если вы хотите стать по-настоящему успешным и состоятельным человеком, то вам не повезло. Это место уже занято мной. Я был убогим нищебродом. До тех пор, пока не понял, что могу учить убогих нищебродов. Если у вас нет денег, то, помни, проблема только в вас. И в вас, и в вас. Проблема в вас. Вам надо просто встать с дивана и начать становиться богаче, богаче, просто богаче. Соберите свою силу в кулак и становитесь богаче. Записывайте, я сам не запоминаю эту лабуду. Вот вы, девушка, о чем вы мечтали утром? Вы хотите больше зарабатывать? Надо больше работать. Просто-напросто надо больше работать. Так, молодой человек, что вы хотели сегодня утром? Вы? Вы хотите больше денег? Я не вас спрашиваю. Вы не молодой человек. Вот, молодой человек, ему 3 годика. А нет, вот рядом, там вот 18 лет. Вот, вот. Вы хотите больше денег, да? Больше денег. Так, а сейчас, внимание, посмотрите на эту женщину, познакомьте с ней. Чем больше у вас будет женщин, тем больше будет денег. Надо больше женщин, которые хотят больше работать, и у вас будет больше денег. Не надо сопротивляться. Вас много, он один. Это уже партнерские связи. Так, вот вы. Вы, молодой человек, у вас есть, у вас есть любая купюра, любая купюра номиналом 5 тысяч. Любая купюра есть? Внимание, внимание, все сюда. Есть, есть, да, вот она. Дайте сюда. Сейчас, внимание. Купюра 5 тысяч, внимание, вот она. Вот. Теперь у вас 2 купюра 5 тысяч. Видите, вот, 2 купюры 5 тысяч у вас. Рожмани приумножит ваше богатство. Приумножит. Ладно, кто хочет проснуться завтра в постели с олигархом? Девушки, кто? Девушки, кто хочет проснуться? Я хочу, я. Я вот здесь, вот здесь, я. Посмотрите на меня, вот здесь, в этом проходе. Я хочу проснуться с олигархом. Подожди, что, никто не хочет проснуться в постели с олигархом? Да почему же никто? Я очень хочу, Андрей. Никто не хочет стать успешной женщиной. Андрюша, я хочу стать успешной. Андрей. Женщина, вам надо похудеть. Вон чё, Андрей, вон чё. Просто похудеть и всё. Правильно про тебя мама говорила, ты обычный балабол. Во-первых, необычный. Во-вторых, зачем ты разговаривал с моей мамой? А с кем мне ещё разговаривать? Потому что у тебя все телефоны в ломбарде. Так, я не понял, а где мы встречались с этой женщиной? Я не знаю, где я мог её увидеть? Где мы с вами? На сеульском бизнес-форуме? А, в Питере? Или где? Где мы могли видеть, может быть, в Пекине? Я не знаю, где я мог... Выставка мёда в Арамиле. А, рожаю, Андрей. А-а-а-а. Так, подождите, Арамиль. Арамиль, стойте! Не рожайте, хватит. Не надо, не отвлекайте людей от меня. Арамиль, Арамиль. Арамиль, я помню, это Арамиль. Там у меня семь семьэтажных коттеджей, да, там... Да, Андрей, мы до сих пор там живём с мамой в твоей однёжке. Зачем ты в саду? Ну что, вон чё, смотри, вон чё. Приехал, что что-то... Ну, живот болит. У меня живот, живот заболел, Андрей. Что мне делать? На тебе вот, на тебе вот... Пятьсот рублей, на, иди, езжай. Езжай, домой, домой, давай, езжай, давай, домой. Андрей, пятьсот рублей мало. На, ещё вот... Две с половиной тысячи, иди, езжай. Всё, езжай домой, такси не бери, езжай на троллейбусе. Езжай. Ты сдох. Посмотрите на эту женщину, посмотрите, вот. Пример, реальный пример партнёрских связей. Она пришла сюда без копейки денег, уходит. Сколько у тебя там? Гадина. Езжай. Сдохни. Езжай отсюда. Не мешай мне работать. Сволочь. В любой профессии бывают издержки. Козёл. Кто из вас, девушки, хочет... Что? Что случилось? Открывайте... Да, перестаньте, вы что? Откройте служебный холл! Вот его страничка в соцсетях. Что за олень? Пап, да это картинка на аватарке. Настоящий подросток в своей жизни должен сделать три вещи. Сбить человека на электросамокате. Три раза. Мам! Мам, какую кофту надеть? Эту или вот эту? Ну, надень эту. Почему эту? Ну, ты же с мальчиком идёшь? Да. Ну, надень эту, потому что мальчикам вообще плевать, в чём ты. Я к папе пришла, когда на первое свидание. Ну? Я с работы была в робе крановщицы. От меня соляры несло, капец. На чём я сказал? А чё это мы так официально? А чё это мы в ресторан сегодня идём, что ли? Здорово! А? Всевая дома. Привет. Мам, он меня с мальчиком не отпустит гулять. Врать я не хочу. Что делать? Так ты не ври. Просто на некоторые вопросы не отвечай, и всё нормально будет. Так, кормили, с работы пришёл. Чем тут покормиться можно? Возьми там, ага. Полина, ты чё, гулять идёшь? Да, пап, гулять иду. С кем? Полин. А? Чё, гулять идёшь? Да, пап, гулять иду. С кем? Полина. А? Чё, гулять идёшь? Да. С к е м. С кем? Мама. Да, на свидание она идёт, Дим. На свидание? Да. А чё на свидание-то идти? Дядя Толя через полгода его уже выпустят. Чё к нему на свиданку-то ходить? Мам, ну ты тоже скажешь, какое свидание? Просто одноклассник пригласил погулять. Одноклассник погулять пригласил? Да. А, ну так. А, ну так. Мам, таблетку скорей, давай у папы сахар упал. Господи. Давай, давай, давай. На, 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 тихо, 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 тихо. Всё, 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 всё. Вот. Так, ещё раз. Ещё раз. А, я с мальчиком иду гулять. С мальчиком? Да. А чё сразу не счекотило? Ах, папа, он умер. Только из-за этого, да? А был бы живой, дала бы телефончик, да, сразу? Дим, ну чё ты перегибаешь-то, ну? Ты вообще молчи, сутенёрша. Все ей тут одевают, собственно, дочь на растление. Никуда не пойдёшь. Мать твоей годы вообще никуда на свидание не ходила. И ты никуда не пойдёшь у меня. Всё. Слушай. А чё это я не ходил на свидание-то? Я ещё как ходила. Да ко мне на свидание сложнее было попасть, чем в мавзолей. Ты чё? Да? Да? Ты тоже сидишь такой, дракон. Ты хочешь нашу принцессу в башне заточить? Чтоб за ней принц пришёл и башку тебе отрубил? Как она, по-твоему, с мальчиками должна научиться общаться? Ну, правда. Ну, я... Сахар? Что? Да нет. Понял. Чё? Слышь, Рапунцель? Чего? Ну, иди поговорим, чего. Куда идти-то собираетесь? О, не знаю я. Полин, я бы на твоём месте ответила, если ты не хочешь, чтобы за вами усатый мужик ходил в кепке и плаче. Ну, в кино пойдём. Кино? И чё показывают сейчас? Любовь и голуби. Ты смотри, за 40 лет в стране вообще ничего не поменялось. Всё, я могу идти. Подожди, ещё ничего не решено. Так, давай мне, короче, имя, фамилия, отчество этого твоего парня, год рождения. Зачем тебе? Как зачем? Должен знать, что на памятнике писать, если чё не так пойдёт. Да, папа, нормальный он парень, умный, красивый. Прямо умный, красивый, да? Да, самый умный в классе. Прямо красивый. Да, самый красивый в школе. А вот психологи говорят, что девушка выбирает себе парня, похожего на её отца. Понятно, чё. Ну, фотографии-то есть его хоть, нет? Вот его страничка в соцсетях. Чё за олень? Пап, да это картинка на аватарке. Да? То есть он не олень? Папа. Владлен Конев. Понятно. Здрасте. Здрасте. Вот, знакомьтесь, Владлен. Влад, ты чё так долго? Да мы с Дноклами хотели в Капку последнюю сыграть, а я единственный, кто на Миде за Пуджи играет. И у меня интернет оффнулся, и меня из команды кикнули, короче. Гоуфкинчик на распальцовке. Он чё, татарин? Папа. А можно вас тут гитару засейвить? Гитару чё сделать? Гитару, говорит, можно у вас тут на время оставить? А, ну. А ты чё, на гитаре прям, да, играешь? Ну, соу-соу. А, понял. Павлиашвили, оу. Он, говорит, играет немножко на гитаре. Ну, соу-соу, чуть-чуть. А, ну, понятно. Понял. Слушай, ну я не могу тебя с ним отпустить-то. Почему? А он по-русски не бум-бум вообще. Вы если заблудитесь, он даже обратную дорогу ни у кого не спросит. Пап, да нормальный он. Он даже песни свои пишет. Влад, сыграем, которую ты мне посвятил. Ну, изи. Давай. Ну-ка. Это просто мой сон нереальный. Это просто неровный сердца стук. В отражении полузеркально дари. Мне нежность рук. Ты сон в тишине. Среди дождя. Ты свет в том окне. Где ждут меня. Ты шепот любви в полной темноте. Это реквием по моей мечте. Полина. Полина. Ну все, мы пошли. Да. Пойдем. Слушай, а... А? Роба, крановщица-то далеко у тебя, нет? Нет. А что мы? В ресторан идем? Ну зачем, в ресторан? Ну, любовь и голуби, я так сказать. Совместим полезное с приятным. Ну, Дима, ну куда? А то он песню тут, видите, поет. Нет. Давай мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я как зовут, братан? Меня назвали в честь греческого бога войны. Рахит? Рахит? РАХИ РАХИ фуры из Бутово в Бутово-2. Э, стопэ, стопэ, стопаренький, стопаренький, давай, кабочеки. Аккуратней. Э, слушай, братан, подбросишь, а тут три остановки вперед выручай, приложение такси висит вообще. Я за братиком еду, мне его забрать надо. Да ладно, тут по прямой три километра тебе по-любому по пути. Ну, рублей пятьсот подбросите? Слушай, ты че, ты же пацан, а? Ну, ты же пацан? Пацан. Ну, я пацан, о, братство пацанское, оно дороже денег, понимаешь? Че у тебя сиденье мокрое? Че ты тут слезами залил все? Деньги я выпрашивал, да? У предыдущего пассажира. Поехали, давай. Слушай, тормозни у киоска на остановке, а? Пожалуйста. Зачем? Спасай, выручай, я умираю просто. С похмелья? Да не, просто пить хочется. Ночью селедку ел, вискарем запивал. Запой получается уже. Давай, паркуйся вот тут вот на остановке. Здесь? Да-да, паркуйся вот здесь вот, да. Все, все. Да, паркуйся, да. Сходи и возьми мне эту литрушку кваса. Я? Ну, не я же, е-мое. Если я пойду, ты же уедешь. Так, а если я пойду, вы не уедете? Че ты идейки подбрасываешь? Давай, иди шуру за квасом, давай, давай. Ты че переживаешь-то, ты это? Если переживаешь, что я уеду без тебя, так ты не переживай, я тебе зуб даю, я не уеду. Зуб даю. Стой, держи зуб. Зуб, держи, держи зуб. Все, иди квас, возьми мне. Вам какой квас владивосточный? Нет, этот маленький, бери побольше. Я сам не маленький просто человек-то. Вот этот? Нет, нет, не этот. Этот? Вот в стекле бери, короче, который там. Этот? Ну, этот бери, не знаю, там. Вот. Блин. Да как так каждый раз получается? Это просто квас, а не вискарь покупают. Давай зуб назад. О. Ну че, придется не квас, а это, да? Так, а деньги? Деньги там в счет поездки. Тебе как зовут, братан? Меня назвали в честь греческого бога войны. Рахит? Не, ну по тебе видать, что ты Рахит, да, нормально. Вообще-то Арсений. Вообще-то Данила. Давай. Опа, опа, ничего себе, какое рукопожатие у тебя. Очень приятно, Рахит, давай поехали. Поехали, не стоим. Поехали. Алло. Да, да, я. Да, на колесах. Сколько их там? А? Да нормально управимся, я не один, я тут с богом войны. Все, сейчас, пять минут мы подскочены. Давай, давай. Че, на Ленина 71 заедем? Зачем? Че ты напрягся-то зачем? Ну, пару ящиков там погрузить надо, зачем? Давай, заедем, вот сюда в арку сворачивай. Да че так неуверенно водишь-то ты, сворачивай, ё-моё. Какой-то неуверенный водитель. Все, вот. Так, кто это такой? У пятого подъезда давай. Пятого? Раз? Да, 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 вот тут тормози, да. Теперь все. Че, иди метись на четвертый этаж, там ящики забрать надо. Я пока багажник освобожу, че там у тебя, донкрат уберу или че там у тебя? Я, я что ли? Ну не я же, ё-моё, я же уже выпил, ты же мне вискарь приволок. Куда я сейчас, пьяненький-то пойду? Тем более там четвертый этаж, я это, я высоты боюсь, понимал? Землю люблю, понимал? Ага, понял. Давай, давай, шуруй. Ты аккуратнее там, ты че это, куда столько, по два ящика-то, ты че? Да вы не переживайте, я дома на эспандере занимаюсь. Да я не за тебя переживаю, за ящики, давай ставь их сюда. Давай, голову убирай, оп. Молодец. Я, я просто тороплюсь, мне братика же надо встретить-то. Ага, встретишь, встретишь. Че, ящики закинем в бар на Энгельса? Тут недалеко. Так мне братика надо встретить-то. Время видели сколько? Да видел я сколько времени, время детское вообще. Давай поехали, заедем. На Энгельсе 75 там это... А братик? Ну ладно, давай братика твоего заберем, поможет тебе ящики перетаскать. Поехали за братиком. Да, без прикола, он поможет. Давай, давай. Сейчас, едем тогда за братиком. Давай. Так, все вроде здесь. Да, все, здесь синий пингвин, мы на месте. Это, это че такое? Это лагерь для малолеток. У меня тут братик чалил. Ну когда сел, ему 15 было. Сейчас ты уже 43. Он там в развитии немного отстановился. Они его не стали из детской колонии переводить. Слушай, 43, это че он там полжизни чалил, что ли? Че он натворил-то у тебя братик? Да, не переживайте, он там, он же незаконно осужденный. А, фух. Он шестерых вольнул, а осудили только за двоих. Незаконно вообще. Хорошо, что он цифры не знает, ему что 6, что 2. Ой, надеюсь, мы-то не опоздали из-за вас. А то он парень с пыльчивым может закуситься там и опять на двадцатку пойдет. Алло, алло, братик, ты еще в колонии? Ага, а где? А, уже встретили? Сколько их? Десять? А, сейчас раскидаем их, да. Да я не один, я с Данилой, да. Сейчас, сейчас подойдем. Ага. Сейчас разберемся. С кем разберемся? С братками. Ты же поможешь. Я... Да, они за воротами тут держат его. Ага. Слушай, давай просто уедем и все, а, брат тебя простит, ну нормально. Не, не, он не простит, он же мне не родной. Погоняла братик у него. Погоняла. Ну, он там, это, в братве с 6 лет был, они его братиком кличили, пока он всех не завалил. Может, я это, денег дам, да пойду? Да ты че? Что-то, 500 ты просил там? Так, пацанское братство важнее денег. Ты же пацан. Я сейчас не уверен уже, я не знаю. А я пацан. А, да. Ну, о, смотри, братки звонят. Алло, это Рахит. Да, да, бог войны. Ну че, футал, я знаю, братик, у вас. Я уже у ворот, ты понял меня? Как решать будем? Я мокрухи не боюсь. Че? Один на один? Да, 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 нормальная тема, один на один. Да. Она один на один. Максимальная тема, давай один на один. Мой боец против твоего. Иди давай, все, один на один, иди там. Почему я-то, а ты че? Так если я пойду, ты же уедешь. Это тут-то очевидно. Да иди один на один, они братика отдадут. Даже если тебя там завалят, тебя ж в землю потом закопают. Ты ж в землю-то любишь. Ну че, братан, давай не будем это все, а? Я тебе вот тут вот это, 500, да, вот чуть больше дам, тут вот это. Ты этот, квас тоже забирай, да, там ящики, знаешь, куда считаешь? Ну что, давай, братишка, все. Янушка, это. Ну вот. Только высохло, опять сиденье мокрое. Честно, люди. А какие услуги конкретно предлагает ваш центр? Пластической хирургии. Вы знаете, мы можем вам глаз натянуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Здравствуйте. Это центр пластической хирургии? Да. Это центр доктора Синякова. А вы доктор Синяков? Да, я доктор всех Синяков. А почему вы решили, что у вас центр? А вы видите круг вот здесь вокруг меня? Это я мелом нарисовал. И вот здесь вот по центру я крестник поставил. И я в центре. А получается, я-то еще не в центре. А получается, да, не в центре. А заходите, пожалуйста. Хорошо у вас тут в центре. Да. Мы недавно ремонт сделали. Обновили круг и крестик. А вы первый, кто пришел в центр после ремонта. А можно в вашем центре сесть? Да, проходите, присаживайтесь. Скажите, а что вас беспокоит? Меня беспокоит, что упаковка соды не меняется уже 80 лет. А кто еще вас беспокоит? Ну, еще меня беспокоится. Сижу на коленях у не очень трезвого человека. Вы знаете, я тоже скажу, что человек тоже обеспокоен, что у него на коленях какой-то пьяный мужик. Ну, а куда мне сесть? У вас небольшой центр. А вы знаете, а вы как бы встаньте за центром. Я вас даже лучше разгляжу в окошко. Ну, ладно. А сколько у вас персонала? А у нас нет персонала. У нас персонажи. Ну, и сколько у вас персонажей? Ну, если чертей не считать, тогда трое. С чертями 7 тысяч. А какие услуги конкретно предлагает ваш центр пластической хирургии? Вы знаете, мы можем вам глаз натянуть. Простите за вопрос. Куда? Куда угодно. Мы не ограничиваемся одним местом. У нас прогрессивная клиника. А вы только один глаз можете натянуть? Нет, оба можем. А докуда? Хоть за Владивосток. Заодно всю Россию посмотрите. Да, действительно прогрессивная у вас клиника. Да, стараемся. А что еще есть? Значит, смотрите, есть убирание носовой перегородки. Куда? Можно глубже в череп. Можно в пакет. Но можно вам сделать липосацию мимических морщинок. Как это? А это я, значит, беру липовую палку и бью, значит, по мимическим морщинкам возле глазок, на лбу и носогубочку. И то опухает, и морщинки разглаживаются. Эффект на недельку. Чаще нельзя, у меня руки устают. Смотрите, у меня с припухлостью проблем нет. У меня лицо, как яблочко. А, да. Я чертовски молодо выгляжу. У меня алкоголь не продают. Паспорт просят. У меня его нет. То есть вы хотите выглядеть постарше? Гораздо. Так, чтоб ездить в автобусе, сидя. Я не знаю, я всегда езжу в автобусе, сидя. Ну, я-то хочу на сиденье. Так, аллергия на лекарства есть? Да, есть. Тогда будем лечить вас без лекарств. Это как? А мы вам небольшой надрез сделаем и посмотрим. Что посмотрим? Там ли мы его сделали? А если не там? А, ну, рано или поздно подберем место. Вы не очень крупный же. Ну, а у вас есть другие способы лечения? Есть, но они не такие увлекательные. Ну что, давайте начнем вас лечить. Вам, значит, надо анализы сдать? Для начала. Давайте я зайду к вам в центр, сдам анализы. Если вы их в нашем центре сдадите, нам из центра придется переехать. Значит, знаете что? Давайте тогда без анализов это все сложно. Я вам дам вот это. Вот. Это чайная ложечка. Принимайте на литр ацетона. А что это? Это мы из заднего моста трактора слили. Это эликсир старости. Я вам не верю. Есть какая-то побочка у этого эликсира? Вся. Какая есть побочка, вся тут. Но зато вы будете гарантированно старый. Мне все-таки я вам не доверяю. Все подростки не верят. А я вам сейчас кого-то покажу. Александр Анатольевич? Александр Анатольевич? Ну вот. Как думаете, сколько ему лет? 73. 18. Это мой сын в студии. Первокурсник регулярно употребляет эликсир, я вам скажу. Вот так, так что пейте, пейте, да. Пейте и скажите ощущения. Ну как? Ой, пакеты стирать захотелось. Ну да, старость расходится по организму. Ну что? Пульт хочу в целованок обернуть. Пошел процесс. Что еще? Пейте. Ой, чайный гриб пора замочить. Я в собесе. Удачи! Ну точно, Маринка. Вот ты злая. Это не я. Это я. Ну точно, Маринка. Вот ты злая. Это не я. Это я. Извиняюсь. Что при замах? Так, где я остановился? В девятом классе. Спасибо. Давай по тексту. Так, это. А эти не... Е-е-е. Все тоже намокнуло. Привет, семья. Ой, приветики. Батя дома. Мама, он меня с мальчиком гулять не отпустит же. Че, врать? Не-не-не, ты не ври. Ты просто на некоторые вопросы не отвечаешь, все. Так, кормилиц пришел. Кого-то шуршит. Секунду. Меня шуршит. Да-да. У нас брак по звуку. Это по-моему, три. С выхода Дмитрия можно. Нет, он шуршал еще, когда я вышла. Вали отсюда. Когда ты вышла... Ты мне больше не мать. Когда ты вышла, мне 18 было. Добро пожаловать в мир, Полиночка. Блин, он реально забрал его. Мужик забрал мужика. Вот ты сиди там одна. Почему? Я не одна. Да, у меня тысяча прекрасных зрителей. Сейчас гитару возьму, буду песни вам петь. Сколько песен спеть? Не, я так не умею. Че не умею играть на гитаре? Че мало че умею? Жрать, например, умею. Что умею? Запивать еду. Спать. Спать умею очень хорошо. Вообще великолепный человек. С кем? Все вам расскажи. С кем? Это был далекий 98-й. Я тут личную жизнь все рассказала уже. Давай, скорее номер начнем. В смысле, про нас все? Эх, если ты. И про кормильца? Ой, давай, иди. Так, я, короче, на работу быстренько смотаюсь. Все, давайте подготовимся. Начнем сначала. Ой. Здороваться надо вообще-то. Здрасьте. И микрофоны включать надо. Еще раз, слушай. Можно. Олень какой-то. Это просто неровный сердцестук. Ты в отражении. Еще раз. Олень. Папа. Ну что он вложит? Подожди, давай сначала. Давай сначала, Олень. Папа. Ой, ты как у меня, конечно. Простите, пожалуйста. Еще раз. Давай. А тут лампу не надо выключить? Нет, лампу не надо выключить, но секундочку, подождем. Когда придет муза. Папа, вот ты ругаешься на него? Ладно, ладно. Просто мой сон не реальный. Ты куда лезешь? Ладно, давайте поддержим артистов. Ладно. Ну пусть. Ладно, давай, пацан, играй. Нравится. Подтолкните меня, я и могу. Давайте сами, я не буду касаться. Что-то нежелание дает. Или надо... Я лучше сидя. Не надо, если... А как тогда быть? А потом тогда занесете, и все, если захотите. Я вам в окошко закину. Могу, могу дверей оставить. Как вам удобно. Будет. Ну что, многие так делают? Я согласен, да. Нормальный вариант. В окошко устраивай, да. Я не знаю. 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 Продолжение следует...